Всех приветствую на своем канале, а также на четвертой части курса по трехмерной графике на C++ OpenGL. В этой части мы поговорим о настройке камеры с помощью функций из моей библиотеки для работы с графикой. Вводной части курса мы рассмотрели, как использовать OpenGL совместно с WinAPI. Из-за большого количества функций реализация 3D может показаться громоздкой и неудобной. Как минимум хотелось бы упаковать эти функции в других функциях. Именно для этого я разработал свои библиотеки для работы с 3D графикой. Начнем с настройки камеры. Скопируем библиотеки в каталог проекта и добавим их в сам проект. С помощью директивы include можно подключить все библиотеки, но поскольку библиотека Components уже содержит в себя Geometry и Graphics, то можно оставить только ее, остальные будут подключены автоматически. Настройки рендера OpenGL теперь можно заменить с помощью компонента класса Renderer. В конструкторе достаточно лишь указать камеру, которой должен пользоваться рендером. Компонент камера можно создать с помощью точки положения камеры и точки фокуса камеры. Мы можем подставить переменную созданной камерой в рендерер, но поскольку мы сможем обращаться к камере через сам рендерер, то перемены нам и не понадобятся. Подставим конструктор камеры сразу в конструктор рендерера. Далее можем выбрать режим проекции камеры, перспективный или ортогональный. Сделать это можно с помощью методов SetPerspective и SetOrtho. Они уже настроены по умолчанию, но если нужно их перенастроить, то можно использоваться методами SetUpPerspective и SetUpOrtho. Сбросить настройки проекции можно с помощью метода SetUpDefault. Поскольку я использую перспективную камеру, то SetPerspective можно не писать, она будет принята по умолчанию. Далее нужно провести инициализацию рендера с помощью метода init. Теперь библиотеке позволяет нам избавиться от их всех функций, которых мы писали в вводной части курса. Начало кадра мы задаем с помощью метода BeginFrame, а конец с помощью EndFrame. В рендерер я встроил много методов для отрисовки. Например, нарисуем сетку с помощью метода RenderGrid. Как мы можем видеть, все настройки камеры берет на себя библиотека, а в кадре у нас отрисована сетка. В библиотеке я также реализовал методы для работы с цветом, о такой реализации я рассказывал в части про цвета WinAPI, но здесь я доработал структуру и внес улучшение. Теперь я реализую немного управления. Сделаю возможность выбора режима проекции с помощью Minim. В центре сетки я выведу куб и добавлю 4 точки для положения камеры. О том, как работать с материалами и мэшами, я расскажу в следующих видео. Итак, теперь мы можем выбирать как позицию камеры, так и вид проекции с помощью меню. В следующих видео мы затронем еще больше возможностей библиотек. Надеюсь, эти библиотеки будут тебе полезны. Скачать их можно по ссылке в моем GitHub, по библиотекам ты также можешь задавать вопросы в комментариях. Поддержи меня лайком к этому видео и подпиской на канал. До встречи в новом видео!